В этом году учебная база технического университета пополнилась новым объектом исключительно практической направленности. Институт энергетики обзавелся долгожданным учебным полигоном. Он расположился между корпусами университета и никак не связан с его энергообеспечением, как предполагали досужие горожане. Это самый настоящий современный учебный полигон, и только энергетики знают, что это открытое распределительное устройство. Этот же полигон предназначен для обучения всех наших студентов, без исключения, которые пойдут работать пусть даже не в систему Иркутской энергии, не в Иркутскую электросетевую компанию, но получат совершенно новое уникальное знание с использованием передового инновационного оборудования, которое распространено, как уже сказал, не только в нашей энергосистеме, но и завод электротехнического оборудования широко поставляет его в страны Западной Европы. Он хорош и тем, что из этих энергопазлов можно конструировать различные сетевые комбинации и тем, что это не муляжи. Первичные цепи, естественно, находятся без напряжения, а вторичные цепи управления, сигнализация, значит, работа приводов – это все действующее. Александр Афанасенко, доцент кафедры электрических станций, сетей и систем, отработавший сам на производстве больше 30 лет, особую ценность полигона видит в том, что он покроет дефицит учебной информации, описывающей современные энергоаппараты. В настоящее время испытывается дефицит учебной литературы, то есть описание вот этих аппаратов, все в учебниках до сих пор не появилось. Нет у них полных таких описаний серьезных, с характеристиками, с режимами. Поэтому вот наличие этого полигона значительно облегчает задачу и ориентирует студентов в нужном направлении по изучению материала. Представители предприятий, участников проекта по его созданию, убеждены в том, что благодаря этому полигону студенты будут осознаннее выбирать специализацию и с такими будет легче работать на предприятии без шоковой терапии. Одно дело увидеть это в учебнике, в теории, и совсем другое это буквально почувствовать, потрогать своими руками, посмотреть, как это работает. Мне кажется, это будет очень полезно и совсем другие специалисты будут уходить из Ирниту. Продолжение следует...